итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 28 октября давайте посмотрим на графики евро фунт и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что европейская валюта значительно скорректировалась по отношению доллару сша на это есть две объективных причины первые из них до вчера повысили на 0 75 процентов ставки в еврозоне но основной момент заключался в том что как бы не ожидали экономисты трейдеры сохранения сверх агрессивной политики со стороны европейской страны банка прозвучали заявление о том что будущее решение о повышениях и о том какие они будут будут приниматься только непосредственно во время заседаний то есть никаких долгосрочных прогнозов по дальнейшему проведению сверх агрессивной денежной политики европейский странный банк делать не будет так как опасается наступление рецессии принципе они были удовлетворены данными которые вышли за последний месяц по инфляции она помню что она не превысила показатель 10 процентов и начали уже постепенно говорить о том что действия регулятора позволяют инфляции снижаться позволяет замедлять рост инфляции и в конечном счете пока найден баланс по процентным ставкам и по росту инфляции и ожидается ее дальнейшее замедление поэтому никаких дальнейших сверх агрессивных действий приниматься не будет так еще раз повторюсь все поставятся наступление рецессии и серьезного замедления темпов роста экономики еврозоны и вторым фактором у нас является выше вчера отчет по ввп сша за третий квартал этого года рост составил 2 6 процента это намного больше прогнозы экономистов в 2 и 3 процента и после сокращения во втором квартале конечно этот результат не может не радовать с одной стороны это конечно хорошо для американской экономики с другой стороны плохо для покупателей рисковых активов для фондового рынка которые которые все-таки прогнозировали что федеральная резервная система следующего года начнет постепенно намекать на замедление своей агрессивной политики но теперь учитывая какие у нас вышли данные у нее остаются все карты на руках и как фрс захочет так и будет дальше действовать никаких таких объективных причин для приостановления сверх агрессивной денежно-корресной политики у комитета нет и я думаю что ставки будут повышаться дальше пока инфляция не будет полностью побеждена что еще раз повторю будет ограничивать настоящий потенциал евро британского фунта и других рисковых активов теперь давайте посмотрим экономический календарь и поговорим о том что ждет нас сегодня по ожидаются отчеты по германии прогнозируется сокращение третьем квартале на целых двадцатых процентов годовой рост может составить имеется ввиду отношение к третьему кварталу прошлого года может составить всего лишь 0,7 процента и собственно выходит нас инфляция по германии где ожидается дальнейший рост пускай и не такой активный но цены продолжат расти в германии в октябре этого года и может негативно отразиться на европейской валюте вторая половина дня у нас доходы расходы американцев тоже достаточно важный показатель важный показатель имеется ввиду в том что если у нас доходы сократятся это повлияет и на расходы соответственно и повлияет повлияет на экономику которая последнее время хоть да и мы увидели ее стремительный рост третьем квартале но последние фундаментальные данные указывает на активное и замедление что конечно же негативно сказывается на американском долларе который как вы помните всю эту неделю достаточно активно терял по отношению к евро и по отношению к британскому фунту данные по настроениям потребителей индекс незрешенных продаж на рынке недвижимости с рынком недвижимости отдельная история в сша там уже наблюдать серьезные проблемы поэтому негативные показатели могут также повлиять на американский доллар и ограничивать снижение сегодня против европейской валюты и против британского фунта теперь что касается конкретно технической картины часовый график евро доллара есть на мой взгляд 99 48 на него будут делать акцент сюда снижение формирование сложного пробоя покупки как и в принципе ложный пробой на 98 99 на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию покупки на отскок только 98 55 если мы увидим движение вверх евро сегодня в первой половине дня после данных по германии то ложный пробой на 99 98 а видим что быки уступили паритет и вновь проблему европейской валюты возвращаются поэтому неудачный возврат выше паритета ложный пробой на этом уровне сигнал на продажу опять же с движением 99 48 и 98 99 если быки все-таки окажется сильней выберутся выше паритета то в таком случае короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя от 2042 либо на отскока 2090 что касается британского фунта тут мы остаемся в канале да немножко он сдвинулся есть у нас достаточно интересный уровень сопротивления 1601 есть на мой взгляд поддержка 1538 на нее есть советую сделать акцент ложный пробой здесь первой половине дня сигнал на покупку если никому нету то рекомендую длинные позиции отложить до 1476 1432 здесь покупки на отскок с движением вверх 40 45 пунктов внутри дня если медведи пробиваются ниже 1538 тестирую снизу вверх этот диапазон сигнал на продажу и я думаю фунт скорректируется 1476 хотя бы для того чтобы пройтись хорошенько по стоп приказом тех кто набирал его от 21 октября если движение вверх у нас состоится ложный пробой на 1601 либо продажи на отскок от 1670 с коррекцией 40 45 пунктов внутри дня всем удачи и хороших выходных